Григорий Неделька. Средь пыли и мрака. Коля, — донес молодой и звонкий голос матери, — сходи в подвал за книгой. Десятилетний мальчуган с забавно вздернутым носиком и черными кудрями нехотя отложил сборник рассказов, которые читал, и с еще большей неохотой слез с кровати, чтобы спуститься по лестнице вниз. На кухне его ждала мать. Тридцати с небольшим лет миниатюрная женщина, скрашенными в светлые волосами, выглядела очень ухоженной, а потому казалась моложе своего возраста. «Мам!» — заготовлено, но неуверенно запротестовал Коля. «Ну что опять?» — устало раздалось в ответ. Впрочем, она уже знала, к чему ведет сын. И действительно тот сказал, — «Внизу живут всякие». «Нет там никого», — принялась убеждать мать, — «не выдумывай. Ведь ходил в подвал, и пока с тобой ничего не случилось». «Мам, я чувствую, а не внизу», — продолжал настаивать мальчишка. «Николай, пожалуйста, прекрати фантазировать и принеси книгу рецептов. Между прочим, я просила тебя еще минут десять назад». «Да, ну...» — она поняла, — пора переходить к самому вескому доводу. «Прошу, давай без но», — произнесла строго. «У нас завтра праздник по случаю годовщины нашей с папой свадьбы. Я кручусь-верчусь, готовлю еду для гостей, а тебе сложно сходить за какой-то книжкой». Коля открыл было рот, чтобы снова запротестовать, однако при взгляде на маму догадался, она не отступит, и ей правда была нужна злосчастная книга. «Ты просто начитался ужастиков», — более мягко, чем минуту назад проговорила мать. «По, Лавкрафт, Кинг, Сол — это писатели не для твоего возраста». «Мам», — обреченно протянул Коля. «Ладно, ладно, читай на здоровье, если нравится. В конце концов, чтение полезно. Только принеси рецепты». «Хорошо», — сдавшись, покорно произнес парнишка. Нога за ногу, он вышел на улицу, обогнул дачу и приблизился к старой потертой двери. Потрудившись, защелка то ли заела, то ли приржавела после очередного дождя, Коля потянул за металлическую ручку. Темный, траченный пылью проход открылся под аккомпанемент душераздирающего скрипа. У мальчика мурашки поползли по спине. Вдохнув поглубже для храбрости, он сделал первый шаг. Ступенька под ногами прогнулась, будто резиновая, и даже немного затрещала, отчего показалось, деревяшка сейчас проломится, и Коля улетит в глубокую яму. В никуда. «И почему папа не повесит лампочку?» — завертелась в голове беспокойная мысль. «При свете было бы не так страшно». Коля ступил на следующую ступеньку, что сохранило воцарившееся молчание. Не затрещала и не заскрипела. Тем не менее, отчего-то на душе сделалось тревожнее. Он медленно шагал дальше, снова и снова, будто погружался в огромный котел с темнотой. Паренек обернулся, как бы прося подмоги у дневного света позади, но вьющаяся спиралями пыль скрадывала очертания самого прохода, не говоря уж о деревьях и прочих посадках. Постояв минуту в нерешительности, Коля обдумал немало мыслей. Все они сводились к тому, что, во-первых, настоящие мужчины, к кому, несомненно, принадлежал и он, не боятся спускаться в пугающие дачные подземелья, тем более, что бояться абсолютно нечего. А во-вторых, если стоять на одном месте, до книги он не доберется никогда. Он постарался разглядеть что-либо в подвале, но потерпел поражение. Просто надо верить, что через пять-шесть ступенек начинаются компактные, знакомые и совершенно не страшные помещения, ведь пугаться книжных полок и полок с вареньями разумной причины нет. Только на сей раз в игру вступило неразумное, подсознательное. Коля в силу возраста вряд ли задумывался о его существовании, вот только легче от этого не становилось. — Ладно, пойду, — решился таки он. Нога аккуратно нащупала следующую ступеньку. Спустя секунды вторая нога присоединилась к ней. Коля успел повторить это раза три, прежде чем внимание привлек странный шум. Словно нечто здоровенное, пузатое и кошмарное, выпускало весь воздух из массивных легких, а потом втягивало назад. Мальчик задрожал. — Это фантазии. — увещевал он себя. — Фантазии. И не больше. — Кто-то огромный прекратил дышать. — Кажется, помогло, — появилась мысль. Коля спустился на ступеньку, на другую. Неожиданно с темноты вылетело нечто маленькое, юркое, черное и прямиком на путешественника. Он замахал руками. Теперь сама струсила, когда я принялся шуметь. — Что ж, помогло. — Что ж, помогло, хоть и не слишком. — Чуть ли не приставным шагом, он преодолел последние ступеньки и развернулся в поисках лампочки. Она висела где-то рядом. — Найти бы. — Пальцы ощупывали густую, точно бы приобретшую материальность темень, не находя шнурка зажигающего свет. Кто-то шевельнулся в противоположном углу подвала. Коля затаил дыхание и замер. Движение не повторилось. Прерывисто дыша, он продолжал исследовать полку. Рука наткнулась на нечто стеклянное и — бррррр — покрытое паутиной. Он немедленно дернул пятерню и вытер штанину. Выяснилось, что Коля ошибся. На полке с этой стороны находились варенья. Книги же лежали у той стены. Точно балансируя на канате, Он предельно осторожно продвигался вдоль входа, держа руки перед собой. Вот они коснулись дерева полки, и можно было перевести дух. В прошлый раз, когда он ходил за книгой рецептов, Коля поставил ее слева, вплотную к стене, чтобы не пришлось идти вглубь подвала. Пока он нашаривал нужный талмуд, глаза непроизвольно посмотрели внутром матово-черного помещения, покрытого пыльной серебряной присыпкой. Лучик света ворвался снаружи сюда, и в тот же миг пальцы нащупали том. Собрание рецептов почудилось более древним и шершавым, чем раньше, что на мгновение удивило Колю. Но поразмыслить он не успел. Вместе с прорвавшим глубокую тьму солнечным лучом открылись и закрылись у дальней стенки громадные ярко-красные дужки без зрачков. Видение? Или отцвет? Или иная вещь? Однако она привела мальчика в невыразимый трепет. Коля схватил книгу, прижал к себе и вылетел прочь быстрее пули, пущенные автоматом Калашникова. Выскочив из подвала, он дрожащей рукой поспешно захлопнул дверь, вернул на место задвижку и понесся в дом. Мамы не было на кухне, наверное, отлучилась по делам. Оставив книжку на столе, рядом с приготовленными для салатов овощами, Коля, ни секунды не раздумывая, взбежал по ступенькам на второй этаж. Порывисто закрыв люк, парнишка бросился на кровать и полежал, приходя в себя. Может, улепетывая со всех ног, он и поступил как трус. А если бы в школе узнали, то начали бы над ним подшучивать. И все же лучше так, чем испытывать на себе дыхание жуткой неизвестности ненавистного подвала. Через минуту-другую, возвращая к реальности, снизу раздались привычные шаги мамы. Наверняка она зашла на кухню и обнаружила на столе книгу. Конечно, не удивилась, что Коля наверху, потому что сын любил проводить время на втором этаже. Чувство страха постепенно отступало. Как вдруг послышался голос мамы, и в его звучании пареньку померещились чужие, невероятно загадочные интонации. «А это что такое?» — удивилась мама непонятно чему. И следом позвала «Коль!» Против воли, предчувствуя недоброе, он неторопливо открыл люк и спустился по лестнице. Медленно прошел на кухню. Мама стояла растерянная и недоумевающая. «Коль, ты что принес?» — поинтересовалась она, протягивая толстую книгу. При взгляде на причудливую обложку, парнишке тотчас вспомнилась пара прочитанных рассказов из сборника. Коля готов был поклясться, что обложка сделана из кожи, из натуральной кожи. А присмотревшись, он разглядел полустертое слово, написанное крупными буквами на неведомом языке. «Некрономикон». Вы слушали рассказ «Средь пыли и мрака», автор Григорий Неделько, читал Олег Шубин.